Журналисты за Ассанджа. Статья на Эртиза 4 июня 2020 года. Истраэль Шамир. Мощный британский профсоюз журналистов, Национальный союз журналистов включился в борьбу за освобождение Джулиана Ассанджа. Журналисты требуют не выдавать создателя Викиликс американцам и выпустить его на волю, чтобы неповадно было властям арестовывать журналистов, публикующих секретные материалы. Если это практика укоренится, говорят они, право публики знать, что на самом деле происходит, будет резко ограничено. Да и сами журналисты будут опасаться публиковать истинные, но опасные для их свободы из жизни материалы. Профсоюз журналистов подключился к борьбе, и многие журналисты призывали это сделать давно. Среди них замечательные Джон Пилджер и Грейг Мюррей. Две проблемы мешали профсоюзу. Одна – обвинение Ассанджа в почти изнасиловании в половом акте без предохранения, в то время как его партнерша настаивала на предохранении. В наши дни люди опасаются заступаться за мужчин, обвиненных в такого рода вещах. Даже снятие этого обвинения шведской прокуратурой не совсем успокоило руководство профсоюза, которое держится самой строгой линией политкорректности. Вторая проблема – газеты. Хотя Guardian и другие английские газеты активно публиковали, полученные Джулианом Депеши Госдепа, со временем между газетами и непокорным австралийцем пробежала черная кошка величиной пантеру. Газеты хотели встроить нарратив публикации Wikileaks в свой либеральный, атлантический антирусский за Хилари Клинтон Лад. В частности, они добивались этого выборочной и тенденциозной редактуры Депеш, в чем особенно отличились Ник Коэн и Люк Хардинг. Когда они увидели, что Асанж не играет по их правилам, они подключились к кампании против него. Многие журналисты, естественно, не хотели конфликтов с работодателями, а тем паче с секретными службами. Что же переменилось? До журналистов дошло, что они могут оказаться на очереди вслед за Асанжем. Ведь если его посадят на 175 лет, как того хотят американцы, за публикацию американских секретных материалов, могут и к ним прийти. И многие журналисты участвовали в этих публикациях. Технически, десяток ведущих газет мира, Нью-Йорк Таймс, Гардиан, Лемон и другие получили от Асанжа доступ к его сайту и сами публиковали материалы. И хотя американские адвокаты утверждали, что они ни за что не будут преследовать журналистов, веры им не было. Мало ли, что они обещали, а потом поступали строго наоборот. Появился и новый аргумент. Власти в разных странах стали активно преследовать разоблачителей, вайцебловерс и публикаторов разоблачений. В эпоху короны таких разоблачений только прибавилось. Например, немецкий разоблачитель Стефан Кон опубликовал 93-страничный отчет специальной комиссии МВД Германии, который власти собирались скрыть от общественности. Из этого отчета следовало, что власти Германии не вняли словам экспертов, когда ввели свой карантин. Эксперты призывали заметно смягчить режим, что помогло бы сохранить жизни многим другим больным, увеличить продолжительность жизни и выйти из состояния паники. Но власти Германии заткнули рот прессе. Затыкаются арты и в других странах. В США заблокировали документальный фильм «Майкла Мура», который разоблачал заговор зеленых, систематический обман поборников глобального потепления. Во Франции идет борьба вокруг использования дешевого хинина для лечения больных короной. И повсюду есть острая необходимость в свободной прессе. А как может быть свободной пресса, если журналисты боятся за свою жизнь и свободу? Я выше упоминал Крейга Мюррея, британского журналиста, бывшего посла Ее Величества, который заступался за Асанжа. Сейчас он сам оказался под судом, потому что он якобы раскрыл секреты суда над другим узником, бывшим премьер-министром Шотландии, ведущим свою программу на РТ Алексом Салмандом. В этой обстановке борьба за Асанжа становится особенно актуальной. Это уже не просто желание спасти невинно пострадавшего и немало помучившегося коллегу, но и стремление сделать нашу работу, работу журналистов, хоть немного менее опасной. А она опасна в наши дни, как давно не была. Может быть, со времен Константина Симонова и Алексея Суркова журналистов Второй мировой. Исраиль Шамир. Журналисты за Асанжа.